ПЕСНЯ Свои эти Особые мысли-то выдать Вот Ну мне, знаете, что обидно Что тогда Ярославцев Вот Ироников Ну прочитали и все У них ответ уже в голове записан Ну так же, как этот Редактор этого Кухаринского журнала У них уже ответ в голове записан И консультант, кандидат на уку У него тоже в голове записан Как это персики не резать В России, разве можно их резать И без этого дохнут Вот так, на саде персиков Из-за этих, которых Выпускает все это Огромное количество Не выпускает, а привозят с юга Тысячу посадит, тысячу замерзнет Некоторые сохранят Где-то под снегом какое-то время А потом все равно рано или поздно замерзнет Бесснежная зима, и все равно замерзнет Конят, мерзнут и все Вот Не отрезайте все Шивешься в Украине-то А наши же эти-то В основном-то в России Как их назовем-то Потребители Содоводческой мудрости Так, Данила, привет Участникам хорума Вам тоже привет Виноградам здравия Евгений, доброго дня Арсен, привет Учителю здоровья Скоро весна Ой, скорее бы Дайте хоть отдохнуть-то немножко Глада Гаврина, добрый день Железовка, острова Здравствуйте Галина Блинова Здравия, благополучия Бухтияров Ну, Бухтияров Каждый раз на месте Из Казахстана Жамал Динов Один из новых лидеров Я, обычно, Николай Даже и не запоминаю Посмотрел несколько роликов Ну, господи Так это же Это же это Новый региональный лидер Будущий российский Николай Вот Это еще своеобразная Так это называется Своеобразная манера Достучаться до каждого новичка Спасибо вам за такую поддержку Я вам очень благодарен Вот Михаил, привет А тут Колесников Доброго вечера А тут тоже из новых лидеров Наталья, доброго времени Игорь, здраво Брянск, Виктор Пламенный, привет Виктор, у вас там рядом Это Сам Безинов Я боял Вы знаете, что это Вот это вот Вот это вот Здесь-то я могу А, нет Я здесь не могу показывать Видеофильмы Знаете, почему Слова И Изображения Расползаются В разные стороны Ё-моё А здесь у меня Вот здесь вот Есть Свеженькая Для вас Информация Вот сейчас Так-так-так-так-так А не ваша ли вот эта работа, а? Здравствуйте Приветствую всех, кого интересует садоводство Сегодня 29 августа Нет, это Павел Марусенко Так, хотел показать вашу работу Вашу работу, вашу работу Ну, несколько фильмов я начал теряться Среди них Так, всё До другого раза А чего я хотел добиться Этими словами Сейчас Где я был Нет, и тут И тут И тут Я уже потерялся сам Давайте Раз я потерялся Вернёмся сначала Вот Папить у меня стареет Вот он Вебинар Вот он Итак, что получается Когда слово Брянский Я сразу Сдрогнул И сказал себе Виктор И она с вами живёт Безинов Вот Хлопчик, хлопа-куча Так, и как раз всё Здравия Александр Рыбець Добрый вечер Валентина Хурган Добрый вечер Марина Добрый вечер Привет Из Тихина Москва Добрый вечер Бельникова Это моя племянница Добрый вечер Так Александр По Байкалскому Сотову Все какие-то источники Распросы Остались ещё Александр Вопрос Очень тяжёлый Он настолько тяжёл Вот По моим понятиям Официально Никто этим не занимается Пообъясняю Почему Байкалов Под конец жизни Стал изгоем Вот Его сорта Воровали Да И он прямо Называл фамилии Меня пронесло Знаете почему Он меня терпеть ненавидел Но дело в том Что он меня не мог обвинить И до сих пор Чисто как стёклышко Где нет ни одного Даже косточки Не то что Что-то какие-то сорта Вот это было А у него Воровали во всё А теперь Ну под чужим фамилиями Под чужим названием Поди угадай И я Я к этому обращался Я бы 10 лет 15 назад был Более популярным Чем сейчас Я обращался Прямо По специализации Иногда мне учёные отвечали Правда Почему-то они старались отвечать Не официально Ну как А вот так Валерий Константинович Письмо Сожгите Было Клянусь Богом Было А дальше Горькая Правда Вот Какие там Санта-Байкалова И понесло Понесло Сейчас Ещё надо Отойти на минуту Я начальство Говорит А руководь Серьезный Прибор Прибор Отдал Азазатор И горжусь тем Что отдал Такой характер Так И да По байкаловским сортам Значит Что получалось Два дерева Есть и живы Десять лет назад Я обнаружил Ну как и много Со слов Садовод из Красного хутора То есть От меня На прямой Метров Пятьсот Два И у меня есть Прекрасная фотография С огромным Выражаем Два дерева Клянётся Купил на рынке У самого Байкалова Вот Ну выдумывает Вряд ли стоит Выдумывает Потом я Детский кефир Говорил Приезжённое Приезжайте Я его за руку Отведу Потому что Их надо спасать На прямой вопрос Где Хранятся Где Есть какой-то Генопонд Сортов Байкалова Тишина Через столько лет Я много Узнал В этой жизни И сейчас скажу Нету Никто не сохраняет Никому Ни нахрен Не нужны Самые Морозостойкие В мире Сорта Байкалова Нужно было Сохранять Причём По определённым Правилам Почему Любая Чужая Пчёлка Любая Чужая Пылинка Ну то что Мы называем Этим Самым Ну догадывайтесь Любая Чужая Значит Это означает Что Больше Его нет Вегетативные Гибриды Брать Не будем Но Никто не Отменял Терегонию И нету Сорта Это надо Просто Сохранять Так Так Сохранять В самом В мире Культурные Абрикосы Байкалова Подчёркиваю Слава Вот Были На особом Положении Так Да Как сказать Заходиться За санитарным Кордоном Ну это я знаю Это вы теперь знаете А науке Это надо Байкалов был Изгоем Где-то В районе Деревни Бондарева Я же показывал Фильм показывал Недавно Я старый фильм Остановил Вот Привозили Детка Десятка Костя 30 лет А он Плодоносит Вот это Осталось Два Возможные Ещё живые Хотя не уверен Годы прошли В Красном хуторе Наверное Ещё Когда Байкалов С моей подачи Приехала Краснодарская телевидение Сняла Два продлительных Фильма Под названием Жизнь Окнами в сад Два больших Фильма Продаст Художественных Фильм Продаст Ну почти Продаст Садоводов Там было Железов Чернобаев Там были Ростовские И Байкалов Накануне Смерти Почти Накануне Смерти И в саду В старом Выбирающем Саду Вот Всё что я знаю Всё я скажу Я могу Чего-то не знать Есть сын Внуки Байкалова Есть Вот Чем они занимаются Понятия не имею Почему они не звучат Хотя бы в виде рекламы Что Сорта Байкалова Покупайте Косточки Чернки Саженцы В адрес Всё Абаканский Почему тишина Почему я не знаю После этого вопроса Кто-то мне напишет Нет Вот они Пожалуйста Только бы не увидеть На их сайте Опять эти самые Сорта Надёрганы Из интернета По фотографии Вот как мог Ответил Идём дальше Евгений Добрый вечер Пишу Из Калуги Мы у вас Покупаем Косточки Заложили Питомник До своего отца Ох Питомник Но в ноябре Был Мироторг Пустил Коров Была беда Мироторг Пустил Коров И почти Под корень Поели Пересаживаются Двухлетки Стоит Пересадить Или наблюдать Ни в коем случае Не пересаживать Вот чем хороши Бои Подчеркиваю Бои Сортообразцы Боеклоны Их забучитесь В это Пройдёт время Порезут Ещё гуще Чем было Только Тут Вверх Вот так Скорее всего Со скелетом Там Даже С каким-то Годики Штаббиков 20 30 50 А пусть То как Поели Вот такие Пышные Кусы Пускай Не подходите И Там Где Густо Убедили Что Рассаживайте Там Где Густо Вот Такой Ответ Вот Так что Надо Не пересаживать Пока А наблюдать Ещё Годик Елена Тимофеева Где Можно Купить Ваши Вебинары Не всегда Могу Смотреть В эфире Так Вот Вопрос Давайте Так По Ватсапу Задайте Вопрос А Мой брат Который Всё Задает Ответит Может быть Антон Сафронов Ответит Вот А С вами Такой же Как вы Мне Присылают Соку Ну хорошо Я вам Допустим Вы мне Напишите Письмо По Электрону Или По Ватсапу Я вам Вышлю Вот этот 291 Вебинар Да Допустим А дальше Разберёмся Елена Разберёмся Вы мне Письмо А Брат Брасс Реагирует Вот Так Евгений Интересные вещи С этого Года Начались По Участку Вырастли Сами По себе Персики Так Евгений Ну-ка Сначала Читаю С того Года По Участку Вырастли Сами По себе Персики Абрикосы Черешли Ябра Сами По себе За много Десятков Лет Впервые Сами По себе Нет Ну Наверное Вы садили Семина Персиков Абрикосов Черешли Яблони Садили Что Что Сами По себе Возможно, вы впервые выписали уже, поэтому айпсича. Только дай возможность, они тут же полезут. Так, так что я вас поздравляю. Александр, вебинары все здесь. А, Александр, Елена, принимайте. А давайте я нажму. Александр, можно? Нажал. Вот они мои вебинары. О, вот елки-палки. А вот это самое свежее, наверное. Ну, ладно, разберемся. Так, все, нашли. Александр, спасибо. Есть же угодно люди, в отличие от меня. Виктор Брянский. Я стараюсь наблюдать за успехами Олега Мезинова. Я в последней фирме специально, Йоргича я, написал, значит, шофер Мезинов, вот, тире, институт, Брянский институт. Счет 1-0. Я просто поражаюсь. Сколько они будут сидеть-то там, прятаться от проблем. Вот. Как в Казахстане, допрятались? Без яблони остались? В Хакасии, допрятались? А, ладно. Так, Евгений. А, Вова, Евгений. Дети кушали-кидали. То есть, у вас дети, у вас все, бля, раз, раз у вас, как вы написали, как? Вы рисуете сами по себе. И персики, абрикосы. Ну, теперь сохраните это все. Вот. Ну, есть два способа сохранения. Персики укутывайте. Ну, старайтесь как-то... Как-то не изгнарить укутыванием, а сохранить. Вот. Все-таки в культурной с ними сложнее будет. Вот. Намного сложнее, чем просто... То, что выросло из плодов, это и из бывших плодов. Семена проросли, выросли. Это теперь ваша головная боль. Но вот я смотрю теперь с высоты 40 лет. Вот видите, я вот показываю вот так. Под козырек вот так вот. Я сохраню их все. Я дождусь вырожая. Потом я, не дождавшись вырожая, а вот даже не дождавшись, я начну поготовить для них подвои. Я начну переносить уже на морозоке подвои. Но это я с 40 годами. А что вы будете делать? Ну, давайте хотя бы сохраняйте дополнительные отношения. Вот. Все-таки это богатство. Так. Так, видишь, незаметно и закончилось. Я надо посмотреть фотографии. Еще фамилии. Вот. Я разглядел фамилию Ребрика. Я очень рад этому. Алексея Новосибирь, что это. Я ищу свежие, незнакомые фамилии. А здесь все то же, все те же. А вы уже все знаете. Вот. Вас учить только портить. Да, нет новичков. Вы знаете, самая обидная, знаете что? Я привожу пример. Мы можем теперь никуда не спешить, потому что наше время еще не вышло. А пример такой. Я очень хотел, чтобы мой сын получил диплом, Сергей, диплом агронома. Шу-шу-шу-цкая рядом. Хэй, 60 километров. Вот. И все. Поехали туда. Познакомились с заведующей. Ну, не главные заведующие, но из тех, которые вес имеют. Поговорили, я представил его. Вот. И чтобы его... А все-таки бюджетные, бюджетные, какие-то знания должны быть. Экзамен сдавать надо. А бесплатно. Вот. Я говорю, вы знаете, вы знаете, что такое Сергей Зелезов? Не пройдет и месяц. Не пройдет и месяц. Не пройдет и месяц, вы попросите его, чтобы он лекции читал. Потому что садоводство и вообще биология, это такая наука. Где можно закончить, получить диплом и вырастить этого дерева. И не дай бог вам поручат садить промышленный сад и считайте деньги вымышленные. Я по Беларуси знаю. Огромные деньги затрачены, мертвое все. А почему? А потому что, как они мне объясняли, у нас регламент. Пожалуйста, уничтожай этот самый огромный сад. 15 миллионов вложили. Долларов! Я рассказывал много лет назад. Долларов 15 миллионов. Сад мертвый. Зато по регламенту сделали. А здесь я говорю, у вас же это, вы через месяц скажете, Сергей Валерьевич, мы вас представляем, нашим студентам. Они же даже чего-то научатся. Мы же теорию даем. Ну теория, им все. Это такая теория. Вот. А вы их научите в серьезных делах. И вы через месяц у него попросите вести лекции. Он будет читать лекции. И сам чего-то, и диплом получит, и уважение заработает. Друзьями обзаведется. Ничего за все обучение, зная, что у него есть питомник, что у него есть лучший сад в России, ни один из студентов не подошел и не спросил, а я тоже хочу. А для чего им дипломы нужны были? А просто нужны дипломы. Бесплатные. Видите, как обидно, как страшно становится. И вот здесь вот, сейчас я перечерываю, смотрел в этих самых, все знакомые фамилии, все тоже, все те же. Позовите вот сюда студентов. Скажите, вот будет следующий лебинар, следующий поедельник. Ни один не присадится. Даже тем, кто учится в вузах, это нахрен не надо. Это другой мир. Это другая психология. Это не 19 век, где действительно были, 20 век. Бори бушевали. Есть вегетативная георганизация, нет вегетативной георганизации. Вот, вечерин прав. Вот, он столько дров наломал. Боже ты мой, сколько дров наломал. Вот. Все. Высказался. Давайте заканчиваем этот разговор. Значит так, сажиться покупать у Сергея Железова не советую. Зачем они вам? Вот. Значит, мои чередки, семена, книги, диски. Вот. Тоже не советую. Вот. Не советую тем, кто думает, что... А тут таких нету. Здесь или все уже все закупили. Хотя бы посоветуйте друзьям. Вот. Хотя бы посоветуйте. От всей души. Ну и поучите их, чтобы они не просто, чтобы они не погибли. И все, что они выпишут, у Железова Сергея. Или у меня эти же самые семена. Все, друзья, заканчиваю. Для начала хотя бы попросите каталог, чтобы пришел. И вы впервые, возможно, в этой жизни... Помните этого? Валькова. Вы впервые в этой жизни увидите, возможно, впервые. Многие большинства каталогов, в которых подлинный сад, подлинные фотографии. Впервые. На этом я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok